Далее, а нам пришлось изучая государство под хунтой, именно выбирать самые характерные черты, которые объединяют все эти страны. И куда сегодня полностью вписалась Россия, это полная отмена контроля цен. Это диктат Милтона Фридмана, который они закладывали в свою программу. Еще одна характерная черта всех стран, где власть захвачена хунтой. Но я думаю здесь комментировать излишне. Как и каждый из нас, трагично испытывает еще один постулат хунты. Это резкое сокращение государственных расходов на социальные нужды. Но я вам приведу только одну цифру, что по уровню расходов на здравоохранение Россия делит 112-114 место в мире с Марокко и Эквадором. На здравоохранение, это без всяких еще не учитывая откаты и воровство, Россия тратит 5,3% ВВП против 9,11% в странах Западной Европы. У нас государственные расходы на здравоохранение и образование в три раза меньше расходов на спецслужбы. Когда в Чили, в Боливии, в Аргентине хунта приходила к власти, она моментально распахивала ворота для полного прохождения импорта. Это тоже было вписано в программу хунты, взятой из трудов Фридмана. Вы помните, с чего у нас началось? Это уничтожение государственного монополии на импорт. И вот результат. Мы сегодня только продовольствие ввозим в Россию на 35 миллиардов долларов. А вы слышали, что сказал этот недотепота Медведев сразу после катастрофы в Ярославле? Первое заявление, которое он делает, нам придется отказаться от отечественных самолетов и закупать их за рубежом. Что делать там лучше? Я все время удивляюсь. Ну когда же мы, наконец, вот от этих всех иллюзий освободимся, чтобы понять, что у нас только одна иллюзия может быть? Вернуть, наконец, власть себе. Ведь вот эти корпорации, о которых мы сегодня говорим, и дальше я буду их цитировать, это же фикции. Все, что принадлежит Дерипасскому, все, что принадлежит Прохорову, это не им принадлежит, это подстава. Это принадлежит Западу. И председатель комитета по экономике или промышленности Государственной Думы Федоров сказал открыто, уж как у него это вырвалось, спасибо ему, 95% крупной промышленности России принадлежит иностранному капиталу. Для примера можете взять анализ пивоваренных комбинатов. У нас нет ни одной отечественной марки. Вот за всеми этими балтиками, охотниками, кто пиво пьет, назовите этот ряд, стоят вот этих козлов, да, стоят иностранные козла. Но козел не скрывает своего чешского происхождения. А остальные это вроде мы воспринимаем как отечественные, ничего подобного. Все повывали на комбинаты иностранных. А если мы дальше пойдем по комбинатам промышленным, и если сегодня два недоросля, Путин с Медведем, развели руками, не обнаружив истинного хозяина Домодедова, крупнейший стратегический транспортный авиаузел неизвестно кому принадлежит. Да дурака валяется. Ну не скажешь же Путин, не дернешь же он за фалды. Медведем скажут, да успокойся ты, мое это. Он же это не может сказать. Вот они и ищут, кому это принадлежит. Но и Путин же ведь живет на подставах и грабит нас на подставах. Как называет его Осмолов, Горбачев-то был дурак. Он даже не смог на этом разграблении страны ничего заработать. А Путин молодец. Он из топ-менеджера превратился уже в совладельца большинства компаний. Обязательное условие, которое Милтон Фридман ставил перед хунтой, и то, что безукоризмно исполнялось, это сокращение госкомпаний. Читаю документ правительства России. В план приватизации на 2011-2013 годы включены более 850 госкомпаний. Среди них ВТБ, Совкомфлот, более 150 судов, общим дедвейтом 11 миллионов тонн, объединенная зерновая компания Русгидро, Сбербанк, Роснефть, Транснефть, Росагролизинг, Россельхозбанк, Росспиртпром, Российская железная дорога. Это тут кто-то спросил про Путин. Согласно правительственному распоряжению, от 25 октября 2010 года номер 1874-Р продавать вышеуказанную собственность уполномоченных Банк Кредит Свист, Дойче Банк, Коммерческий банк Морган, Банк Интернешнл, Банк Линч Секьюрити, Банк Морган Сэдли Банк, Голдман Сакс. Им отдают продавать наше добро, причем крупнейшая компания. Ну правда, среди них затесалась ВТБ капитан, хотя акции самого ВТБ поручено продавать Мерину Линчу. И вот теперь я перехожу к следующему постулату хунта. Это право работодателя распоряжаться своими работниками вплоть до их исключения, увольнения. Вспомните поправки, которые уже внесены в трудовое законодательство. Мы в свое время брали программу, разработанную еще во времена Ельцина, а потом с точностью до месяца смотрели, как она исполняется. И среди первых указаний Международного валютного фонда, который работает точно по программе Фридмана, нам было велено изменить трудовое законодательство. Мы настолько точно до мельчайших подробностей копируем хунту, что вот вам маленький пример. Вспомните недавний суд Лебедева с подвижника Ходорковского. Когда ему не разрешили, суд не дал согласия на условно-досрочное освобождение. Вы помните, что ставили вину Лебедеву в том числе? Ему ставили два момента. Он поделился едой с одним из зэков и за это получил порицание. И отдал поносить свою куртку. И за это получил порицание. Так вот, когда впервые модель Фридмана была отработана в Чили, то сформулировано было следующее. Не допускать ни малейшей доброты между заключенными. Считать проявляемую доброту заключенными актом неповиновения. Потому что задача капитализма воспитание любыми средствами крайних индивидуалистов. Только что Государственная Дума внесла поправку в 106-ю статью УИК. Знаете, чего она касается? Она приравнивает массовые голодовки массовые, подчеркнуть, к злостным нарушениям. Массовые. И у Васильева хватило то ли наглости, то ли тупости, комментируя, это представитель комитета по безопасности, комментируя вот эту внесенную поправку, которая будет принята, где он говорил о том, что я обращаю Ваше внимание, это не касается индивидуальных голодовок, это касается только групповых голодовок. То есть, когда кто-то выступает в поддержку другому. То есть, в открытую программа воспитания крайних индивидуалистов сегодня началась с тюрем и лагерей, завтра придет в нашу школу. Потому что программа, поставленная Милтона Фридмана, Хунти, уничтожение коллективистских проявлений во всем. Вы же знаете форму работы в Макдональдсе? Когда дается квиток на смену, где вы должны указать три нарушения ваших товарищей. И когда приходит новичок, ну он же воспитан отцом матери, нормальным, он говорит, а что ж, стучать будут, его в этот же вечер перевоспитывают, когда раскладывают перед ним квиточки его друзей-приятелей по работе, где указывают на него. И уже в следующую смену он активно заполняет свой квиток. Это не случайно. Это не с бухты барахт, это не кому-то пришло в голову этим заниматься. это жесточайшая программа, которая сегодня в России исполняется с потрясающей точностью. Последний посыл всех хунт. Систематическое разрушение народа с целью изменить этот народ, перекроить его существование, его взаимоотношения, его судьбу, его будущее. И вот скажите мне, вот запрет книг, который сегодня превзошел в России все инквизиции, но если только у меня одного сейчас суд запрещает шестую книгу, они же запустили русский последний рубец, они же запустили этот дичайший каток, они же нам запрещают то, что издавалось до революции. Они же уже в экстремисты записали Виктора Михайловича Воснецова художника, они в экстремисты записали Ивана Александровича Родионова и сегодня его Ивановский суд осудил, а он в 1940 году умер. Они же запустили такую гребенку, я уже этот раз не взял, потому что мне делают замечание, ну что ты одни и те же привозишь аргумент, но они просто очень яркие, когда человек умершего в 1940 году сегодня присылает судьбную повестку на адрес издательства, который взял его книжку и вызывает Ивана Александровича на суд. Вот это все в программе. Ступить на слово мое затянулось, но я предложил максимум, как говорится, что могу, для того, чтобы развеять в вас эту опасную иллюзию. Во-первых, якобы они не знают, что они строят, во-вторых, якобы это все настолько зыбко и непрочно, что вот сейчас на выборах мы наконец-то их одолели. Я думаю, что я был убедителен формулировки хунта, так давайте называйте вещи своими именами. На сегодня мы имеем эту хунту. Так, ну это вопросы... Значит, мы по вопросам будем так. Нам всегда не хватает времени, и мы уже с вами, по-моему, отработали этот механизм. Мы на вопросы будем отвечать по ходу. То есть монолог я прерываю с небольшим опозданием, с задержкой. А сейчас очень острый вопрос пришел. Мне же еще там уже карманы набили. Я прошу на него ответить Татьяну Леонидовну. на свои я тогда отвечу чуть-чуть попозже. Отдохните от моего голоса.